ПЕСНЯ 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 Своим Отца и Сыня Святого Духа, аминь. КАК 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 Напомню, что мы проходили на прошлом занятии, на чем остановились. Значит, мы начали второе послание апостола Петра изучать. Я вот сейчас напомню предыдущие стихи, потому что тут связки еще идут. Так, второй четвертый стих. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Через познание призвавшего нас славою и благостью, которым дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растлению похоти. Пятый седьмой стих. То вы, предлагая к всему все старания, покажите в вере ваших добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпения, в терпении благочестия, в благочестии братолюбия, в братолюбии любовь. Восьмой стих. И если это, то есть то, что вышеперечислено, есть в вас и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. И девятый и десятый стих. Вячеслав читает это. Так, Вячеслав, шумы какие-то? Плохо слышно, да? Это неплохо, но фонит. Микрофон кому-то. Не знаю, а так лучше можно. Давай. Так, девятый и десятый стих. А в ком нет сего? То есть чего? Сего. То есть вот это от веры, к чему-то не чисто так, добродетель, рассудительность, воздержание. Тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь. Толкование. Изречение апостола Петра, подобно сказанному апостолом Иаковом, именно, кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривая ему природные черты лица своего в зеркале. Иакова 1.23. Ибо узнав, что через очищение святым крещением он омыт от множества грехов, он должен знать, что вместе с очищением он получил и святость. Должен бодрствовать, чтобы таким образом сохранить то освящение, без которого никто не увидит Господа. Точка с запятой. А он забыл. Посему, говорит, братья мои, цитата из Библии, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. То есть, то огласительное учение, которое вы слышали при вашем избрании, и быть неукоризненными в звании, чтобы не быть вам осужденными в забвении дара Божия, но прибыть твердыми в вашем звании. Вот буквально перед занятиями сейчас переписывались, и вот человек хочет принять крещение. А я советую не торопиться, ибо у нас принято 500 часов отводить на огласительные беседы. Но бывают и исключения, если человек давно в вере православной. И вот как раз, ни раньше, ни позже, вот это вот место, толкователь нам говорит, чтобы старайтесь делать твердым ваше звание, твердым. А отчего он утвердеет? Ну вот, 500 часов не зря вот святые отцы советуют. А здесь уже даже к окрещенным обращается апостол. То есть, крещеные забывают о том, что они крещеные. И нам бы не быть осужденными, что вот в этом забвении. А он забыл. То есть, слушает слово и не исполняет. То есть, слушает, оглашается, принял крещение, а не исполняет. То есть, а как не исполняет, что значит? Он грешит, идет против Слова Божия. Поэтому вот из личного опыта, знаю, что вот кто торопится с крещением, как правило, вот потом падение. То есть, сатана начинает подножки ставить, и человек не твердый в своих убеждениях. Вот. Он что-то кается, падает, и если Господь даст силу, смирится, человек встает и вновь... Бывает, человек отчаивается, и вот это вот, конечно, дело сатанинское уже. Да не будет этого с нами. А вот на сегодняшний день в современных храмах, ну, прогласительные беседы, сколько там, две-три беседы, и все считается, что человек верующий крестит его. То есть, Игнатий Тихонович много-много долго и бился, в одну точку бил, чтобы было полное погружение, полное. Ну, во многих храмах стали строить купели. Далее. Теперь второй шаг. Нужно быть катехизация. Огласительные беседы. Вот чем мы сейчас занимаемся в данный момент. Наполняемся Словом Божьим. Впитываемся, оглашаемся. Оглашенный, значит, слушающий голос Божий, впитывающий себя. А если он не оглашенный, а окрещенный, ну, как же он родиться-то от Слова Божьего? Ну, тогда он не от Слова Божьего родится-то уже. А неизвестно от чего. От мощей, от иконы. Бабушка, бабушкина вера была, подирала. Рождение слыша не будет. Рождение слыша от Бога, именно от Слова Божьего. Должны быть огласительные беседы. Их должно быть достаточно для того человека. Городов вера. Городов. Городов. Должны быть огласительными беседами. Вызывали. Звонок был как бы из прокуратуры. Поэтому пока подошёл, уже закончили. Да ну и что добавлять? Уже понятно. Я понял. Угу. Так. Ну, тогда продолжаем. Так. Валерий. 11. 11. Или кто-то хочет, может быть, высказаться еще по этому поводу, по поводу, может быть, огласительных бесед, приводит местописание, что ну вот, левнух, что мешает мне креститься, подъехал его, человек, что мешает мне креститься, никаких огласительных бесед не было, сразу человек крестился, позвольте, как не было. Человек читал, оглашал, с миром, Саша. Здорово, привет. Ничего не видно. А с в ауди, потому что народу много, более 10 человек, только ауди. Саша, слышите меня? Да, да, слышите, только фон сильный. Да, вы микрофон выключите, умеете отключать, там такой микрофончик внизу нарисован, на него тыкните, и звук пропадет, тогда фонить не будет. Какое оно? Все благодарю. Это никого. Нет, я говорю, я пример, и нам-то тоже, если так, вот тут. Да. Нет, нет, нет. А где? Так, вопросы по этому отрывку есть? Так. Если нет, то тогда идем дальше. Это микрофон? С 11 по 14 стихи. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Для того я никогда не перестану напоминать вам о сём, хотя вы то и знаете и утверждены в настоящей истине. Справедливым же, почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Толкование. О чём о сём? О вышесказанном именно добродетели, знании и прочем. Примечай, как прежде апостол хотел побудить страхом, пришествием судьи, а теперь убеждает обещанием благ. Входом в вечное царство Божие. Чтобы при постоянном напоминании об одном и том же не подумали, будто их осуждают в праздности, и не опечалились, апостол прибавил. Хотя вы знаете и утверждены в настоящей истине. А в объяснение причины постоянного напоминания прибавил то, что он знает, что скоро последует разрешение его тела. Вот какая причина, то есть он знает, что скоро умрёт и напоминает им. Напоминает, чтобы они не отстали от истины. Потому что многие, написано, потерпели кораблекрушение в вере. Многие начинают забывать о вере, о добродетели, о вот этих знаниях. И апостол напоминает. И нам в церкви каждый раз читают проповеди, ведутся у нас занятия. Напоминаем, напоминаем, напоминаем. Нам эти тихонные сейчас напоминают. И как бы прощаются уже с нами. Говорит, говорит и говорит. И напоминает. И продолжает напоминать по сей день. Слава Христу. Так, вопросы... Ещё лет двадцать, а то и больше будет напоминать. Дай Бог. Дай Бог. Да, много лет. Так, продолжаем. Пятнадцатый стих, второе послание Петра. Первая глава. Буду же стараться, чтобы вы после моего отшествия всегда приводили это на память. Столкование. Буду стараться, чтобы вы и после моего отшествия помнили это. То есть мы непрерывно повторяем вам одно и то же для того, чтобы обратить вам это в привычку, чтобы вы через постоянное и неизменное усвоение сего избавились от обвинения в непослушании и незнании. Но и после смерти моей завещание всем хранили твёрдо и неизменно. Буду стараться, чтобы и после смерти. Но человек уже умный. Что он может? Может, оказывается. И мёртвый ему может. А как? Во-первых, книги после себя человек может оставить. В добрую память. Вот апостол Пётр молился об этом, старался. И его письмо сохранилось, послание. И он после своей смерти нам напоминает это послание. Нам уже он умер, а нам уже спустя много веков. И нам тоже напоминает. Ну а те, с кем, которым он писал, они тоже умерли. Но они когда-то жили. И его мёртвого вспоминали, его слова. И даже я завещал, и Игнатий Тихонович завещал, чтобы на могиле лежал Новый Завет. И надпись «Сея Евангелие может брать любой». И постоянно, чтобы люди следили, чтобы это Евангелие заламинированное, чтобы дождём постоянно на могиле было. И после смерти человек завещает, напоминает нам вот о святой вере православной, евангельской. Вот. Пётр нам это завещает, напоминает. И мы продолжаем вот это вот дело. Тоже напоминаем по его примеру. Шестнадцатый стих. Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитро сплетённым басням последуя, но быв очевидцами Его величия. Толкование. Требуя со стороны верующих строгого внимания к своему благовествованию и долго настаивая на этом, хотя они знают и не раз слышали, апостол говорит теперь, «Не напрасно я останавливаюсь на этом, но потому что сознаю всю важность этого». «Потому что когда мы возвещали вам силу и пришествие Господа, мы не пользовались человеческой мудростью в отношении к вам и не обольщали вашего слуха красноречия, как язычники и эритики. Ибо язычники обольщают красотой и поэмами, а эритики вымыслами, вероятно, они уже начинали и тогда появляться». Много-много лет назад уже начинали эритики появляться. Это вероятность, это предположение. А сегодня сколько этих эритиков? Просто очень-очень много. Ничего такого нельзя подозревать в нас, то есть в нас, в апостолах. Он говорит, что мы истинные, мы не эритики, мы православные. Ибо мы, дальше почетно, преподали вам учения простым, безыскучным словом. Нажать на этот? Кого? Как и Павел говорит к Каринфинам. Первое, Каринфинам. Так, секунду, тут Игорь Добунов звонит, а прошу прощения с отвечением. Алло. Прошу прощения. Что-то Игорь Добунов бьется, не может пробиться. Так, еще раз. Ибо мы, дальше выделено чиро-жирным шрифтом, такие слова. Преподали вам учения простым, безыскучным словом. Как и Павел говорит к Каринфинам. И преподали то, что своими глазами видели, когда вместе с ним восходили на святую гору. Апостол говорит о славе единородного, которая явлена была апостолом в преображении, и о гласе Отца, который слышали они, сошедшим на Господа с неба от Отца. И как мы из самых дел узнали, предвозвещенное пророками, то и почитаем пророчество их вернейшим. Ибо слова отправдались событиями. Поэтому и вы хорошо делаете, что внимаете пророчеству, то есть предсказаниями пророков, хотя пророки в свое время говорили и не совсем ясно. Комментарии Игнатия Кипиновича на слова преподали вам учения простым бизнесом. Вкусным словом. Так. Братья, кто-нибудь может прочитать комментарии из вас? Что у меня тут дебунов уже есть? У кого-то есть толкование под рукой? У меня как с микрофоном? Шумит? У тебя сейчас нормально. Я могу прочитать комментарии. Игнатий Кипинович, да? Да. Огромно. Хорошо. Оближи. Слышно? Да. Люди изучают риторику, искусство ораторов. Но Бог ценит более всего слово свое, написанное открытым и прочным стилем, который не всем нравится. Кто внимательно читает Слово Божие и заучивает стихи Библии, он получает от Бога особый дар говорить Божьим языком, безыскусным словом. Речь такого человека имеет особую притягательную силу. Аромат неба. Постоянную свежесть. Заучивайте наизусть стихи Библии, хотя они и кажутся грубыми. Но сказанные вовремя и к месту, они имеют неотразимую силу и устрашающее действие на противников. Так. Игнатий Кипинович, добавите еще что-то? Да, добавить только то же самое. Вот если бы, когда послы князя Владимира были там, и поставили было вот такое на первое место занятие, то как бы могли запрограммировать вот это тысячи лет на Руси? Слово Божие вообще нуль. Совершенно нет. А вот всю силу бросили, как более пышно, красочно, на все органы пять чувств, чтобы давило богослужение. Богослужение заняло главное место. Слово Божие никакого вообще не оставили ему. Не знают. Какие Петра? Ты можешь при этом выйти спрашивать. Сто бабушек ни одна не знает. Петр сказал, что... Главное, это батюшка, фигура. Это не прелесть. Это не гордыня. Я вот сегодня сейчас целый день занимался Кочетковым, Георгием. Ну и попросил тут, и кто знает ближе, скидывает материал. А материал это дворкинский. Меня это не интересует, чужая Блиготина. Я говорю, меня интересует конкретно, кто встречался. Я по интернету не могу судить. Где у него где-то отклонение и извращение Священного Писания? Вот главный вопрос. А дальше что дворкин говорит? Он по-другому не знает. Тоталитарная секта, сознание, управление, все это. Все, американизм он сюда привез, засланец. Конкретно. И сказать о нем я сейчас ничего не могу. Знаю, там, какие... Мне надо подтверждение стопроцентное. Если в руках Слова Божьего оказалось, как его не принимать? Теперь уже дальше люди пошли. Его напечатали. Можно легко достать. Совсем недорого даже. И вдруг происхождение человека лепит, что это обезьяны. Что с каким-то приматом Адам совокупился, а тогда и Ева появилась. Скотоложество. Вообще уму непостижимо. Действительно ли они так понимают? Их оппоненты показывают на это. И далее. Учение, какое дается о церкви. Если это как-то так, так это сумасшедшее. Как это можно так? Быть православным, считать и все выкинуть совершенно. Главное, чтобы каждый день причащаться. Так что эти, которые бьются каждую неделю причащать, они их за поезд заткнули. Наконец, до совершенного довели. Приходят уже после литургического канона. Любыми путями должен причаститься. И посреди моления, вот у них, как говорят, такое броновское движение. Все двигаются, минуты не стоят. Дальше можно там подпрыгивать, хлопать в ладоши. И определенный момент. Все до одного. Не смотри, там девушка кто, все целуются. Целуются. Мы тут можем вообще всех заблечь туда. Все дома терпимости к тебе придут. Мы должны знать чистое учение православное, как святые отцы истолковали. Никто цареградский символ веры ни шагу в сторону. Никуда. И каноны. Они, говорят, каноны вообще не признают. Так ли это? Мне кто-то бы дал личный опыт. Имеют они. Писать пишут, но так ли это? Чтобы с нами этого не случилось. У нас вот принято, как за 7 минут мы заходим перед началом богослужения, даже не крестятся. Полная абсолютная тишина. Молятся все, не передвигаясь. У нас вообще движения никакого нет. Ну, ребенок, если ты где-то там бегает, там 2 года. Неуправляемый, не наш ребенок. И вот это слова апостола Петра. Я буду вам напоминать. Сейчас говорю. Что он может напоминать сегодня, если он не учил? Ничего и нет. То есть мы не вписываемся ни в одно послание. Мы деяния апостолов разбирали как-то. Осень не остались одни. Стих за стихом. И мы ничего не нашли. Как будто это совершенно небо и земля. Почему Иоанн Затаус говорит, вот кто знает Евангелие, а потом бы узнал нашу жизнь, и сравнил, то он больших врагов не нашел бы. Как будто бы им поставили целью жизни искажать священное писание. Я вот беседовал с Александром Менем. Он говорит, у меня такое впечатление, что православные читают Библию, но прочитав, теперь все силы напрягают на то, чтобы сделать наоборот. Вот наоборот. Я говорю, в каком месте? Ну возьмите, даже ваше святейшее святейшество. Это не гордыня. Когда Бог только свят. Есть степень сравнительная, святее. Этого нету. И святейшее, превосходное называется. Так мало того, оба с большой буквы. Ваше преосвященнейшее преосвященство. Вот у нас пишут здесь в журнале церковном. Они без этого не могут. Но без этих целований. Ведь в алтаре этих целований, вы бы знали, каждый раз кодила подает, надо поцеловать. Почему это время не потратить на проповедь? Мы изучаем-то для чего? Чтобы вернуться к первоапостольскому времени без всякой реформы. Мы никакие не реформаторы. Но мы спрашиваем пока, ну почему? Почему Слову Божию не дают места хотя бы наравне с литургией? Хотя бы наравне с тем, что написали люди потом с монашескими словами. Наравне. Даже этого не дают. А все должно быть ниже. Все остальное отсюда. Мне вот задают вопросы сейчас протестанты. Ну а почему вас вот Христос взял, преломил хлеб? Вы верите, что-то вот как вы говорите, литургия? Я говорю, ну да, он говорит, тело мое. Зачем вы сейчас какое-то копье сделали, кубики режете там, выковыриваете что-то там за того, за того? И ничего не могу ответить. Зачем? Вопрос, зачем никак не отвечает никто? Зачем? Вот это одно, другое. Если бы не было искажено, нам легче беседовать было бы с протестантами. Как беседовать? Когда Христос дает хлеб, потом отдельно дает вино. Это кровь моя. Сейчас вместе все, и кусочек там размочено, и прочее, и прочее. Перед этим еще сколько священник там проскомидию совершает-то. Зачем? Я православный, я все принимаю, но я имею право спросить. Во времена Златоуста подавали в руку, в руку тело хлеб. А вино пили все из одной чаши. Но иные стали приносить золотой сосуд, и туда же и Златоуст осудил это. Рука почтение золота. Зачем ты принес мертвый материал? А сам же это ввел. Будто бы колдуны стали выносить, волхвовать. Да его разве это удержит? Он сколько угодно может это взять. Вот и вопросы задавая, мы должны понять с печалью. Состояние народа ужасное. Просто ужасное. Люди не знают ни церковные, никакие. Поэтому сектантам добыча очень легкая. Любое место открывай, у нас не так. Ну хотите спастись? Ну не вопреки же Слову Божию. Все. Мы теряем всех до одного. Ну останутся самые, говорится, которые что-то знают там или не привыкли рассматривать Слово Божие. Вот это надо добавить. И где-то это надо поднимать. Не какие-то там все православные соборы. А по-малому отползать от той пропасти, куда нас сталкивает кто-то. Чтобы везде и всюду звучало Слово Божие. Пусть она служба будет по-славянски. Пусть. Ну дайте проповедь, разъяснение. Да хоть что-то. Вообще нету. Пришли-ушли. Он выходит, там архивей сидит. Сидит. Вокруг него тут подают. Потом расческу принесут. Потом воды. Руки вымыт. Все. Меня спрашиваете, я ничего не могу ответить. Ну перестаньте вы нас терзать. У нас есть большее. Вот что хотелось. Чтобы мы внутри себя поняли вот этот недостаток и об этом молились. Отошел. Извините, Игнат Тихонович. Вопрос. А вот вы про это вот вначале про Кочеткова говорили, да? Что у него вот там вот песчин. Песчиня, да? В этом... Ну да. Это вот как описывают, опять же, везде описывают. Там, говорят, у них такое движение, брованого движения. Никто на месте не стоит. И что там разговаривают? У них только одно. Ты не наш. И там все прочее такое. Ну вот подтверждение надо же лично знать. Но я не могу на это так давить-то. Потому что это в интернете выставлено. Что там Дворкин говорит, прочее. Я даже в пани беру. От этих... Да, Дворкин, это не серьезно. И просто может быть... Здесь свидетели истины. Писание. Вот канон. Вот они его нарушают. Тогда можно с ними разговаривать. Конкретно. Почему? Вы же называетесь православными. Зачем вы канон нарушаете? Детское крещение почти отменено. Не отменено, значит, основание. Об этом говорит Дмитрий. Вы крестите, когда не думают воспитывать. Кумолья, это все обман. Вот до конца бы узнать, кто там бывает. В чем конкретно они отступили. Кроме того, что... Ну, не верят, что... Бог разово сотворил Адама и Евы. И все в этом заключается. А какие-то приматы там участвовали. Бред какой-то. А это уже ересь. Это серьезная ересь. Да, что душа у человека смертная. Она умирает вместе с телом, если он грешник. Это адвентисты и эговисты, так понимают? Аминькисты, да. Это ересь. Это Третий Вселенский Собор осудили. Но это все мы говорим только то, что написано о них. Это не точно может быть. И как можно знать. Я молюсь о них. Как бог знает. Они ко мне приезжали. Так они, говорит, тут где-то на улице переоделись. Они там в рюках были. Там помаду что ли сняли. И тогда только зашли. Приезжала целая группа сюда. Им что-то рассказали. Они хотели лично свидеться. Я его знаю, Георгий. Он хороший человек. Он ревностный очень. Ну, просто обидно будет, если он пойдет не туда. А я сказать еще не могу сегодня. Потому что мы встречались 25 лет назад, может быть. В Москве. Вот какое дело. Поэтому я молчу. Стас закрыт о нем говорит. Он очень хороший человек. Но какие вот, если такие православия вносят вещи, это никуда не годится. Это беда большая. Людей увести от истины. Если у человека бессмертная душа, то остальное не имеет смысла тогда никакого. А кому тогда молились мы? А кому приступили к духам праведников? Каких, если их нету? Я не говорю, что у нас принято там признавать мытарство и прочее. Но мы православные. Тогда не надо назваться православным, а какое-то образование религиозное. Ладно, я уже много сказал. Отошел. Спасибо. Продолжаем. 17-18 стихи. Второе прослание Петра. Первая глава. Ибо он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к нему такой глаз. «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. И этот глаз, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на святой горе». Не потому, что есть какое-либо пророчество о сошедшем с неба гласе Отца, но потому, что из этого гласа Отца с неба, засвидетельствовавшего сыновство Иисуса Христа, мы убедились, что все открытое через пророков непререкаемо относится к тому, о ком свидетельствует Отец. О свидетельство Отца, о сыновстве Господа нашего Иисуса Христа «Мы знаем троекратно одно при крещении Матфея 3.17, другое пред страданиями, когда сказано «и прославил, и еще прославлю» Иоанна 12.28, и третье на горе Фавор Матфея 17.5. Ну вот, то есть, апостол Петр здесь вот пишет, что вот «верьте нам, не верьте еретикам, либо вот… ну и приносит доводы, что вот он и сам его видел, и Отец о нем засвидетельствовал, и Петр был всему свидетелем на горе Преображения. Ну вот, думаю, дальше надо будет продолжать, 19 стиль. Вот. Или кто-то хочет спросить? Здесь интересна такая вещь. Когда на горе вот преобразился Господь, там был Илья и Моисей, да, вот, там был глаз «Сын мой возлюбленный, его слушайте», да? Да. А здесь вот такой вариант, в котором мое благоволение, так было сказано при крещении, когда Дух Святый сошел, там вот, когда от велелепной славы принесся к нему таковой глаз. «Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Ну и в чем вопрос? Да, вопрос, ничего. Просто так. Немножко по-другому. Ну, а я думаю, смысл один и тот же. Ну, смысл, в принципе, смысл один и тот же, да. Смысл один и тот же. Здесь он просто как бы показывает на то, что во Христе благоволение Божие, именно через него, поэтому его слушайте. А там было непосредственно сказано, его слушайте. Потому что как бы, что вам, Илья, вот, Илья и Моисей, да, законы пророкий. Через Христа, да? Ну, хорошо. Сейчас Игорь Дебунов. Игорь Дебунов. Хочу сказать, что дело все в том, что уже эти слова произносились, но пророками. То есть Дух Святой уже их произносил устами людей. Это когда Моисей сказал, «Меня, впоследствии Господь восставит вам пророка, как меня его слушайте», сказал он. О благоволении Господа, это говорили уже другие пророки, вот Исаия тоже говорил, «Еммануил, и так Бог с нами будет ходить посреди нас». То есть благоволение Божие, то есть Бог снизойдет до людей, благоволит благую волю свою, покажет, какое спасение людей. И он будет ходить посреди нас, написано. Ну и вот мы поем как раз песнопетие, и написано «Чудный советник, Бог крепкий, Отец будущего века». Вот как раз об этом благоволении. То есть все, что принадлежит Богу Отцу, как бы передано Сыну теперь. Для того, чтобы Он был с нами, с кем? С нами, с людьми. С теми, кого Господь избрал для любви к себе, по преизбытку своей любви. И вот мы теперь повторяем эти слова, чтобы еще больше укрепить, чтобы последствия, когда апостолы останутся одни, они быстрее уверовали, что Иисус Христос – это именно Бог и есть, Бог Отец. Идем дальше. Спаси Христос. Слава Христосу. 19 стих. И при том, мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Толкование. Внимая, говорит предсказанием пророков, «Вы не обманетесь в своей надежде, ибо в свое время они оправдаются самыми делами, которые и назвал апостол днем». Продолжая переносную речь, его тут же сказал о светильнике, о темном месте, которое и есть ночь. «Итак, когда, говорит, наступит день, то есть явление событий, тогда в сердцах ваших взойдет утренняя звезда, то есть пришествие Христова, предвозвращенное пророками, и как истинный свет осветит сердца ваши». Ну вот то, о чем братья и говорили, что о Христе были пророчества, и вот сейчас и апостол Петр тоже напоминает, что вы хорошо делаете, что обращаетесь именно к Библии, к пророкам. Ну а пророки это вот в Библии. Еще Игорь Дебунов хочет добавить. Хочу добавить еще вот утренняя звезда в сердцах ваших. Вот когда-то Господь уже сотворил утреннюю звезду, Деница, сын Зариев назывался. Это оказался Люцифер или Сатана, то есть противоречащий Богу, противник, и в конечном итоге родоначальник лжи человека-убийца. Но через него свет не воссиял, а Господь это есть свет, и в нем нет никакой тьмы, говорит нам апостол Евангелие. Поэтому этот свет должен был воссиять в сердцах людей. А так как эта тьма поглотила человечество с самого начала, то кто-то должен был открыть для человека этот путь света. Только света, больше ничего. Поэтому то, что сегодня у нас провозглашается везде, вот это покаянное, конечно, сейчас идет пост, это ясно, что покаяние всегда человеку нужно. Поэтому апостол, первопророк, Иоанн Креститель, поэтому и пришел, чтобы выровнять стези, сделать холмы ниже, и чтобы человек мог добраться до самого Бога. Это понятно, что только через покаяние. Но после покаяния идет милость Божия. когда будет только ступенька веры, и вот апостол Петр потом будет как раз говорить, что должны переходить из веры в веру. То есть вера ваша должна все время возвышаться, возвышаться. То есть как вот поднимается на небосводе звезда, так и у вас должна подниматься, пока полдень не наступит. И тогда солнце правды будет везде. Ну то есть это Господь Иисус Христос. Никогда мы не достигнем, конечно это понятно, но Господь будет с нами, когда мы будем там с Ним, там. А здесь мы должны постоянно возвышаться, чтобы все время светить. И написано о светильнике, поэтому написано о соли, что вы соль, вы светильник. И да будет так сиять свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца Вашего Небесного. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Так. Желающие кто-то добавит, может быть, в каждом моменте. Ну, если желающих нет, идем дальше. Так. 20-21 стихи. «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые божии человеки, будучи движимым духом святым». Толкование. Пророки понимали, что и о чем внушал им дух пророческий. Однако не так ясно и точно, как все в частности исполнилось. Посему и желали они видеть исполнение, как сказал Господь. Лука 10, 24. Апостол объясняет, почему пророки не истолковывали своих изречений и одновременно показывает отличие истинного пророчества от бесовского и вымышленного, каковое принимается у еретиков. Далее цитата повторяется. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой». Это значит, пророки получают пророчество от Бога, но не как они хотят, а как действует дух Божий. Они сознавали и уразумевали неспосылаемое им пророческое слово, но объяснения его не делали. Что пророки во время действия на них Духа Божия сознавали, что им не спосылается слово от Духа Божьего, видно из того, что они подчинялись добровольно и что хотели, то высказывали, а чего не хотели, о том умалчивали. У лжепророков не так. Они во время действия не владели сознанием, но приведенные в неистовство, как пьяные, не знали, что с ними происходило. Святые пророки, хотя и понимали, но не имели нужды изъяснять свои предсказания, как потому, что они служили другим, именно нам, так и для того, чтобы пришествие Господа было сокрыто и не подвергалось наветам от нечестивых. наветов оно могло бы избежать силой Господнию, но, вероятно, дело совершившегося в очеловечении показалось бы призвачным, если бы несколько раз такое избежание было способом необыкновенным. что это истинно, видно из примера новозаветных пророков, которые пророчествовали и объясняли сами себя, хотя не все, ибо ничего такого не следует опасаться в Новом Завете. А что пророки прорицали не в выступлении, видно из следующего. пророки Ветхого и Нового Завета пророчествовали одним духом, духом с большой буквы. А апостол Павел говорит, если другому из сидящих будет откровение, то первый молчит. 1 Коринфянам 14.30 Из этого ясно, что пророки добровольно пророчествовали, оставаясь в естественном состоянии. Посему, когда вставал другой, вдохновленный, прежде говорившему, повидевалось молчать, чего никто не найдет в беснующихся. «Ибо как будет молчать тот, кто сам не знает, что делает?» вопрос. В пророках действует дух светлой. Об этом говорит тот же апостол Павел. Одному дается духом слово премудрости, иному пророчество. 1 Коринфянам 12 глава 8-й 10-й стихи. Ну вот, давайте порассуждаем на эту тему немного. Игнать Тихонич, Вам слово. Да мое слово там уже ушло. На первое место, конечно, идет пророчество, под которым понимается проповедь, обречение, знание обстановки и недостатки. Ибо кто войдет незнакомый к вам, с улицы, он о себе услышит такое и упадет вниз, поклонится и скажет с вами Бог. Не языки, а какие сейчас разговорения, там языки, не скажете, что вы беснуетесь. И об этом надо ревновать. Священниками разговаривают, но у меня таланта нет, проповедовать, говорить, как нет таланта. Здесь не называется тот талант, который дается, не дается. Все, все до единого должны говорить о Христе. Но тебе, если выигрыш какой-то был или потеря нашлась, ты можешь говорить кому-то? Так и здесь. Потому что мила, Драхму потерянную нашла, а я обратился к Богу, я уверовал, я узнал, что за меня Христос умер. Больше тебе ничего не надо говорить, и Бог есть любовь. Он ждет тебя. Если бы все так были научены, как у свидетелей Иегова, но обстановка резко изменилась бы. А вот эти разные собрания ведут, просто по-мирскому все говорят. Надо делать то, что требуется на суде Божьем, непрерывно об этом говорить. Если талант зарыт был, что с ним будет? Мы считали, какой ужас, что он отдал, не потратил, но не приобрел ничего на него, никаких процентов, свяжите по рукам и ногам, выбросьте. Одного этого достаточно, чтобы мы уже не смеялись никогда. Вот прочитали это сейчас, и опять Петр напомнил, да я же считал, как же это я забыл. Это слово пророческое, притом хорошо, что мы к нему обращаемся, хорошо, а тысячу лет не обращались, это хорошо, ты дальше поверни. И в храмах стоят люди, ничего нет, хорошо ли это? И вот в этом-то маленьком отрывочке мы увидим, что мы не такие, мы беспечные, слово Божие неизвестно нам, и мы не обращаемся, и поэтому во тьме находимся. Любой, кто бы не пришел, политик нас легко может обмануть. Я вот был молодой, неразумный, в пионеры, комсомов, в партию вступал. Это не ответ. Если бы проповедовали, сам бы искал, нашел бы. Наша мама ничего этого не знала, что мы знаем. Она знала только, что там плохо, и нам говорила, вступать нельзя. За галстук повешивают в аду тебя, и черти тебя будут жарить. Никто у нас не вступил. Мы просто боялись этого, и Бог сохранил. Вот сегодня хотя бы страх Божий привили. Священники должны говорить об этом бабушкам. Они портят внуков больше всего. Вот если ребенок ты ему расскажи о Боге, о краткости этой жизни, покажи сколько несчастных случаев, аварии, это мог быть я. И вот тогда покажи, что Господь тебя ждет. Смысл жизни это в том, чтобы спасти душу свою, душу. А когда повредишь душе, что будет? Прямо это нужно все время говорить об этом и говорить. Сто раз знаешь, сто первый раз скажи. И родственники наши начнут задумываться. Они нас будут считать не такими, как мы были вчера. поверьте, что по-другому все будет. Вот Матрёнин двор читаешь, Солженицын пишет, посмотрите, если кто не читал, я на днях заново еще раз пересчитал, как человек к Богу обращается, как потом задумывается, а у него добро было, и через добро Бог как за ниточку тянет. Пришли на память перед Богом милостыне твои, дела твои, как Корнилию Бог сказал. Вот это нужно все время говорить об этом, не говорит священник, а ты подойди. Вот у нас тут Тадариса Николаевна вышла, полковая была церковь, а теперь ее отдал, приезжал патриарх Алексей Грачеву-то. Ну, она побыла, никто не говорит, она дождалась, батюшка выходит, она к нему, батюшка, а почему не было проповеди? Вот никогда не догадаешься, что он скажет, он бы сказал хоть что-то, а он ничего не сказал, но сразу обозрелся, а ты что, ты от Лапкина пришла? Вот и весь ответ. Значит, наше слово где-то достигается, если мы говорим, а так, дохонизатор, это Ивдин опять сказал, а это Мачалин сказал, ну и дальше будет Пупков, ну и что, Джайнакова тут много сказала. Каждому это рано или поздно скажут благодатское. Если мы будем говорить, где-то все равно капелька будет долбить этот камень. Эти занятия только для того, чтобы знаемое нами воскресить, чтобы оно получило поддержку, или одобрение, что делал, или неодобрение и печаль. Почему же я никому не сказал сегодня, я напрасно день прожил? Ну, почему это мог сказать император Тит, сын Веспасиана, когда завоевывал который Иерусалим, он говорит, сегодня ничего нового не узнал, я напрасно прожил день. Он мог это сказать. А другой говорит, христианин, как Иоанн Милостивый, сегодня я никого не встретил, друзей не накормил, я напрасно прожил жизнь. А ты соедини то и другое. Не смотри, что он изыщик, а сказал-то здорово. Отошел. И Христос. Можно еще пророчество сказать? Хотел еще дополнить о пророчестве, что пророчество навсегда идет в разрез с официальным утверждением каким-то. Это вот было и у пророка Иеремии, ну и других пророков смотрим, Илья там был тоже. Всегда, когда есть пророк, то напротив стоит значит, жизнь очень многих людей, причем в израильском государстве, если говорим о пророках Верховного Завета, которые не жили по заветам Господним. И поэтому тогда и приходили пророки. Господь их поэтому и посылал, чтобы разбудить народ. Но можем спросить, а почему же тогда так много этих пророков? Вот потому, что народ почти всегда был спящий к исполнению заповедей. И мы видим, пророки теперь переходят и в Новый Завет, и в Новом Завете пророки как будто как пропадают. Мы читаем здесь в апостольских посланиях о пророках. А дальше где пророки? Почему не было тех людей, которые с обличением вставали бы? Ну были они, были. Но они как звездочки воссияли для того, чтобы показать, что всегда был обличительный глаз, то есть Дух Святой действовал в людях, чтобы обличить людей, не только правителей. Через правителей или сильных милосевого это обличался целый народ. Иногда может быть несколько или целое поколение людей вообще всего мира. Потому что уже пришел Христос, язычники принимаются на небеса. Нужно всем уверовать. Вот как сейчас объединяются все страны, там Европы и вообще говорят будет объединение всего мира в откровении нам говорит. Так вот так Господь хочет, чтобы все люди объединились в Царстве Небесном. А этому помогают именно пророчества. Но самое главное пророчество это Слово Божие. Ну и дальше уже о забытии тут сказал Игнатий еще говорил сие облако светлое осенило их и все глаз из облака глаголющий двоеточие сие сын мой возлюбленный в котором мое благоволение точка запятой его слушайте т.е. т.е. в одном стихе два след слились о чем мы говорили и может зря время потратили синий но не зря но слава богу что продолжаем да лжепророк сейчас так стоп час у нас уже прошел и полчаса по традиции у нас отводится на вопросы и ответы пожалуйста присутствующие можно задавать вопросы не шипит микрофон у меня ну терпи давай вот я хотел сказать просто на прошлых занятиях я как-то спрашивал Игнатий Тихонович и братьев есть ли вот святые отцы говорят ли о рождении свыше мне сказали вроде что Игнатий Тихонович сказал что ничего не нашел святых отцов хотя у него очень как бы большой опыт и он много простудировал вот я тут в интернете лазил и совершенно случайно наткнулся на изречение святителя Филарета Дроздова у него слово было к царю там по случаю дня рождения и он присокупил к этому слову как раз о рождении свыше и это для меня прям большая радость была я нашел что православный святой говорит о рождении свыше если кому-то это интересно будет я вот ссылочку скину в чат посмотрите спасибо видишь Господь благоволен вы ищите и найдете и напишите жены алчущие жаждущие правды да благословит тебя Господь скидывай прямо в чат о рождении свыше ну где он говорил ну где он говорил кому-то где-то сказал и все никто и не знает проповеди об этом не было в народе этого вообще не знают а сказать сказал он да Феофан Затворник сказал от тройственности благодати ни один человек не знает случайно накопал у него и все если Иоанна Затауса называют учитель покаяния он непрерывно говорит об этом это весь народ знал где бы ни взял здесь вообще нету а ну хорошо что он сказал но теперь сделать это известным хотя бы посмертно это такая тайна никто не знает не слышал где он промолвил это на кого нашел все абсолютно знать невозможно нет ну сколько они говорят сейчас об объединении о патриотизме о России ну любви к родине как у патриарха возьмем много говорит об этом много можем найти о рождении свыше о ней говорит вообще слово Библия даже не упоминает я вот об этом говорю а если бы это было говорено постоянно везде как ну постоянно говорит об этом Ян Златоус оно у него и идет что дом делается недоступным для демонов где есть Библия вот какие выражения даже были если вообще слово Библия патриарх ни разу не поминал нигде я не слышал и никто не слышал вот о чем речь а тем более говорить о рождении свыше в городской думе был да об этом бы и сказал им то а не о ржавых трубах водопровода он же не слесарь я об этом говорю а что наш это я его внимание не вернусь сказал один раз где-то никто не знает если я говорю о крещении о правильном соблюдении канонов чтобы не было без эпидемии я непрерывно говорю какая бы ни была тема я обязательно это подсыплю и в конце концов сейчас мне архиереи пишут вот благодаря вам мы тут купель построили а другие даже на занятия было скажите идите ему что мы построили почему полвека долбил и долбил в одно место если бы о рождении свыше так говорили наверное бы что-то было так не один я один говорил а теперь я не один говорю об этом вообще тогда никто не слышал руки не надо опускать а рождение свыше православный народ не слышал это определенно ну и видно по какому духовному состоянию все говорите я хотел вопрос задать ну как Вячеславу хотел задать вопрос а почему так настойчиво ты хочешь чтобы именно святые отцы там православные услышали что там такие подготовленные у вас православные что Евангелие они уже толкование филакта болгарского не могут воспринять что ли только каких-то суперсвятых отцов или как ну я так по-настоящему по-настоящему сколько у них занятий за плечами у тех кто стоит слушает вот тебя я не знаю сколько у них занятий но приходилось говорить о рождении свыше и ну это не принимается это как сейчас баптистское учение какое-то и так считается вот а чтобы феофилакт говорил об этом прям подробно разбирал я такого честно говоря не видел подскажите мне вообще никак не разбирает феофилакт молчание и у затауста молчание поэтому я их спрашивал потому что православные ну нужно для православных приводить то что у них в авторитете а святые отцы в авторитете пока еще поэтому я искал может быть кто-то говорил из святых и нашел слава Христу я хотел сказать то что я сам прошел святые там не святые все хочу сказать что может быть просто людям надо открыть феофилакта болгарского толкования затауста хотя бы не в полном объеме а в том который чуть побольше чем феофилакт болгарский идет из самого начала просто идти уже и люди и люди будут когда вера от слышания слышан от слова Божьего то что ты думаешь что они услышат о рождении слышит что-то и они раз и сразу родятся свыше это глубочайшее заблуждение человек рождается от слышания слова Божьего а не от того что он услышит какую-то одну из тематик Евангелия которую принес Христос там очень много тем кроме рождения свыше рождение свыше это заключительный этап когда человек спокойно уже идет и погружается в волнах благодатной благословенной благословленной воды и руками троекратного священника и тоже благословленного от Господа и ясно что он православный а все остальное надо подготавливать полностью священным писанием поэтому я тебе говорю раз ты людям говоришь они тебе какие-то вопросы задают люди могут задать и глупые вопросы потому что не понимают и потому что у них не хватает как раз этой веры а ее раз они не знают не рождены свыше ее ясно не хватает поэтому и нужно вот такие нужны вот такие занятия поэтому я что тебе хочу сказать и ты на этих занятиях присутствуешь для того чтобы родиться свыше до конца чтобы тебя не смущали эти вопросы а ты шел вот по Евангелию вперед а для этого вот Игнат Никитинович в помощь столько книг написал он подкурился да дело в том что мы просто у нас занятия идут по моей инициативе кстати говоря в храме идут занятия мы читаем слово Божие и многие люди даже знают слово Божие как ну вот знают но вот нету это именно духовного рождения свыше и об этом нужно говорить потому что люди считают что можно ограничиться знанием простым священного писания и обрядами постоянным вхождением в церковь вот поэтому я собственно и поднял эту тему не хватает теперь жизни по Евангелию нужно чтобы каждый человек который там на занятиях чтобы он осознал что нужно трудиться вот как Христос трудился то есть нести знание знание нести веру в мир в этот то есть надо распространять слово Божие надо надо а как надо давай Сереж перейдем это это демагогия давай перейдем к священному писанию дальше или вопрос тогда серьезный Вячеслав все понятно с этим делом мы с тобой вчера говорили все понятно это демагогия Сереж что будем читать священное писание или у кого вопрос есть вопросы пожалуйста задавайте здравствуйте можно я вопрос задам второе крещение крещение дважды это грех ну как бы если я с детства была крещена и покрестилась еще раз по вере когда я поняла что рождение свыше я получила спасибо желающие ответить пожалуйста тогда я отвечу значит если первое крещение было совершено вопреки канонов православной церкви правил то мы полагаем что крещения никакого не было значит истинное крещение по канонам православной церкви должно быть три условия первое условие значит крещение должно быть троекратным с полным погружением в воду второе условие значит священник не должен брать за это плату и третье условие священник должен быть незапрещенный вот три основных условия но я бы еще четвертое добавил что человек должен пройти огласительные беседы курсы катехизации то есть по вере как у вас то есть вы уверовали считаете что вы родились свыше и хотите принять крещение греха в этом нет если первое крещение у вас было с нарушением канона но если оно было по канонам то есть руками истинного священника вы не давали деньги вас полностью троихратно погрузили во имя отца и сына и святого духа то крещение как таинство состоялось и второй раз повторять его не нужно потому что все мои веры мы говорим веру воедино крещение оно у вас вы должны себе задать вопрос оно у вас было или не было то есть второго крещения быть не должно мы должны сказать себе было или не было то есть у меня я был крещен в православном человеке вот на своем примере крещение есть погружение то есть если меня мама говорит что она меня крестила в детстве она меня не крестила потому что крещение было потому что не было погружения раз она заплатила деньги два и неизвестно какой там батюшка был запрещенный или не запрещенный то есть если хотя бы в одном из условий я сомневаюсь то то каноны православном церкви считают аще не крещен то есть считай что что ты не крещеный, крещения не было, тогда крещение нужно принять, единственное крещение, а то крещение принять как некрещение, как обман в церкви, ну, обманули, все, то есть, как вот вы, допустим, на завод пришли, отработали месяц, и вам вместо денег дали просто пачку бумаг, вы же пойдете разбираться, так и здесь, вы пришли в церковь, а у вас не по канонам крестили, обманули, взяли с вас деньги, не погрузили, не катехизировали, да какое же это крещение, крещения не было, был обман, рютый и обман, ничего не было, поэтому вот мой ответ на ваш вопрос. Слава Христу, спасибо огромное, вот я очень рада, что в православии об этом больше и больше говорят, потому что в мое время, в мое молодое время об этом вообще не говорили, и поэтому очень, ну, сожалею, что я не осталась в православии, я как бы пошла посещать баптистов, и об этом там подробнее узнала. Спасибо. Вот Господь, видно, услышал молитвы православных, жаждущих правду, и вот послал пророка в лице дня Тихоновича, который стал говорить об этом, и по милости Божьей мы услышали. Да, еще хочу сказать, что вот, допустим, у нас в церкви батюшка, он людей, которые были, ну, крещены в кавычках мочением, краплением ли там, но были миропомазаны, ну, то есть понятно, да, сошествие Духа Святого, здесь у нас символизируется в православии миропомазанием, когда мажут маслом освященным все части, которые могут грешить, там локти, там запястья, рот, нос, уши, там и так далее, коленки, там много чего мажут, и вот это остается у нас, батюшка только погружает, то есть он довершает, это называется довершение, довершает. Дальше, так как мы признаем благодать Московской Патриархии, ну и наш священник, он сам рукоположен в Московской Патриархии, отец Иаким, поэтому вот такое довершение идет. Но если человек вообще не крещеный, тогда все происходит по полному чину, то есть происходит и троекратное погружение человека в воду, что называется крещением церковно-славянского слова, слово крещение переводится как погружение, и как написано в требниках у священников православных, требник это такая книжка требы, то есть дела, которые священник должен делать для прославления Христа в Церкви Христовой. Это просто называется, это церковно-славянское слово требник, это исполнение дел нужных, которые нужны очень, они поставлены как святое. И вот в этом требнике написано, что вокруг купеля обводит, вокруг купеля и погружает, возводит написано и не взводит человека, возводит, то есть его кладет руку на голову и человек погружается в воду и потом выныривает, то есть возводит и не взводит, троекратно. И формула там аминь все время проявляется во имя отца и сына и святого духа. Еще вам вопросы, пожалуйста. Спасибо. Так, я еще добавлю, Сережа, относительно крещения. Да, пожалуйста. Я говорю, а как крестилась? Погода была холодная, бабушка крестила. Бабушка стояла на берегу, далеко от нас, а мы с сестренкой были в воде. А что бабушка говорила, не знаем. Ну какое крещение-то? Бабушка, во-первых, далеко. Ни одного слова не слышали, ничего не знали. Ну тут насмешка одна, если признавать за крещение. Вот. Афоне, на Афоне не признают мочения, крапления вообще. Кресят заново, как совершенно не крещеных. Вот как у нас. Войны Оценевский, Лука, его канонизировали. Он их всех крестил заново, совершенно не крещеными считал. Тех, кому священники мокрой ладошкой задели волосы. Ну, как сейчас делают. Другое, Милош Епископ описывает. Было такое, что там церковь православная в Турции, и приходят лечить. Ну, батюшка что-то сделал. Он говорит, ты же не крещеный. А у нас дети крещеные. А когда крестились? Оказывается, у них часто дети беснуются, бесноватые. И они на изгнание демона приходили и преподавали крещение с полным погружением. Все правильно. Ну а дальше он обрезал его. Он мусульманин растет. Но заболел в 13 лет. Они его привели. Епископы сделали совещание. И это крещение, правильно совершенное, признали полностью не крещением. Крестить надо было. Они ничего не знали. Сложной целью принесли детей. И больше они их не допустили. И поэтому дальше, что они уже делали, в стадии крещения признали нет. Они не знали этого. Они жили под другим законом. Так что сегодня тоже обстановка понятная. Все. Спасибо, Христос. Так. Павел Валерьевич, что ты хотел спросить? Да, я хотел спросить вот такой вопрос. И вот даже задавали Дмитрию Смирнову. Он говорил, что вот о деньгах речь идет. Одно дело, когда батюшка требует деньги. Как бы говорит, вот я тебя крещу, ты мне 3, 5, 10 тысяч дашь. Либо ты даешь уже после крещения, сам жертвуешь, как он говорит, в кружку. То есть, либо тут вообще не давать. Скажем, ты не прихожанин, ты действительно там не платишь. Либо ты как бы даешь, но уже как бы по мере, скажем, совести. Так, вопрос-то в чем? Давать папу деньги или нет? Да, да, да. Давать папу деньги, если он требует деньги. Это понятно, что ты ему не даешь. Он требовал, а ты ему дал. Тогда да, это получается купля-продаж. То есть, продаж, ну, это крещение. А когда он не требовал, а ты дал все-таки на нужды храма, там, скажем, на что-то. За крещение тоже. Ну, вот Господь Иисус Христос выгнал из храма и продающих, и покупающих. Все бы виноваты были. И те, кто торговал в храме, дом мой, домом молитвы наречется. То есть, оба виноваты. А то бы он продающих и знал, а то, кто покупали, они же не виноваты. Чего бы их изгонять? Так они бы стояли бы там. Поэтому я считаю, мое субъективное мнение, что человек, который дает попу деньги в момент, в день крещения, согрешает. Это мое мнение. Оно может быть ошибочное. У нас был такой случай. Сестра накрестилась и в момент, в день крещения отдала деньги священнику. Вот он вроде как бы и не требовал, а просил помощи. И вот я возмутился с ним, ну хотя бы на день позже или на день раньше. Священник говорит, нет, это не за крещение. Но почему? Но мне нужны именно, вы мне помогите, и я вас тогда покричу. То есть такое условие все равно, как бы, вольное или невольное. То тут тонкая грань. То есть можно, конечно, и ложно этого батюшку обвинить. То есть я деньги не требую, но неплохо было бы, чтобы вы пожертвовали именно в день крещения. А где же ты был, допустим, вот до этого-то, три года-то, оглашение ты десятину не платил, а тут покрестился, вдруг тебе как бы зарастверло деньги, да? Ты выходи на курсы с батюшкой, пусть он с тобой три года позанимается. Три года поплатить десятину, а потом он бесплатно тебя покрестит. Есть такое-то? А что я буду три года ждать-то? Мне сейчас надо. Надо-надо, что ты. Давай, давай. Игорь Дыбунов, я хочу сказать, что вот есть такой журнал «Московская патриархия» за 93-й год и за 94-й. Там последний номер в 93-м и 1-й, 2-й, 94-й. И оттуда Игнатий Тихонович взял заметку о крещении, которую распространяли, и она у него входит в книгу «Истинное православие». Такой термин, который, кстати, употребляет тогда еще живой патриарх Алексий II. Он говорит так, что священники, которые берут плату за требы, вообще за любые, не только за крещения, за все остальные отпевания и тому подобное, эти священники занимаются симонией. Симонией, и там еще прямо в газете сноска идет, что такое симония. Симония – это нарицающее имя тех людей, которые поступают как Симон Волг, который, как мы читаем в Деяниях Святых Апостолов, брал, хотел взять плату за то, чтобы апостолы дали ему право обладать даром, давать Дух Святой, передавать, как они передавали людям. Можно зачитать это сейчас? Так, Деяния, 8 глава, 9 стиха. «Находился же в городе некоторый муж именем Симон, который перед тем волхвовал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за какого-то великого. Находился же в городе некий так. Ему внимали все, от малого до большого говоря. Все есть великая сила Божия». Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божием и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Уверовал и сам Симон, и крестившись, не отходил от Филиппа, и, видя совершающихся великие силы и знамения, изумлялся. Находившиеся же в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, сидя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо он не сходил еще ни одного из них, а только были крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги, говоря, дайте мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого. Но Петр сказал ему, серебро твое добудет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет в тебе семь частей жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом. Итак, покайся в грехе твоем и молись Богу, может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего, ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах неправды. Симон же сказал в ответ, помолитесь вы за меня Господу, дабы не постигло меня ничто из сказанного вами. Ну вот, не знаем, постигло там его дальше или нет, но апостол Петр сказал, Господь уже сделает это. То есть, за деньги нельзя касаться нигде, где промысел Духа Святого. Иди сюда. Так, сейчас Никита предлагал деньги, и это вменилось ему во грех. Сережа, Никита прочитает, о чем говорили сейчас. Читай. Никита читает. Вот, из речей. Из речей патриарха Алексея Второго Ридигера. А, да, 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 это правильно. Кавычки открыты. Сейчас крестится много взрослых, и им необходимо создать все условия, чтобы это таинство совершалось в соответствии с апостольскими правилами, через полное погружение. Точка. Прошло полтора года с того момента, как я обращался к духовенству. Но, к сожалению, положение не изменяется к лучшему. Придется, видимо, в дальнейшем разрешать крещение взрослых только в тех церквах, в которых имеется баптистерии, чтобы не вызвать нареканий среди верующих, которые считают это строго необходимым. Также многие, 98% священнослужителей, словно и не слышали нашего предупреждения. Прежде должна быть катехизация, что она должна совершаться благоговейно и неспешно. Но поступающие жалобы свидетельствуют о том, что крещение совершается небрежно, поспешно, сокращается часто, причем сакраментально его части. Все чаще стали слышаться нарекания по поводу вымогательств, то есть назначение цен за совершение треб. Такой священник – позор для храма. Священник требует особой платы даже за крещение, венчание, отпевание. Это уже настоящая симония. И к таким священникам мы вынуждены будем принимать меры канонического порядка. Больше всего поступают жалобы и прошений о приведении в каноническое соответствие совершения православных таинств и треб. В первую очередь это крещение, совершаемое порой обливанием одной только головы, окрещаемого вместо полного погружения. В некоторых храмах сооружены баптистерии для крещения детей и взрослых. Но ряд храмов с этим не торопится. Считать, что не следует в таких храмах крестить взрослых, а для катехизации направить их в тот храм, где есть баптистерий, священнослужитель во всем должен быть примером для своей паствы. Я уверен, кто пришел в церковь не ради прибытка, а ради служения Богу, останется. Многих же мы потеряли, как уже теряем и сейчас. Официальная хроника Московской Патриархии, номер 2, 1993 год, стр. 18. Из речи на Московском епархиальном собрании. Так все, да? Да. Ну еще у нас 3 минуты, еще может быть кто-то вопрос может задать. Тут у меня реплика написана дальше. Все эти подобные высказывания патриарха о крещении, совершенно верные по содержанию, есть по сути ничто иное, как некая реабилитация самого себя в глазах народа. Он как бы говорит, смотрите, я же учу, я и обречаю беззаконников, они ничего не хотят делать. Но у патриарха огромная власть, и он мог бы в течение всего лишь одного месяца навести порядок во вверенных ему делах. Если он патриарх, сам обливанец, как и многие, почти все архиереи и священники, выходцы из Белоруссии и Украины, то ничто не препятствует им всем сегодня же найти опытного духовного священника, правильно, с троекратным погружением крещеного, и упросить его, чтобы он крестил всех обливанцев, начиная с патриарха, всех архиереев и священников. Совершилось бы настоящее крещение Руси, образовались бы общины, живые братства, отделение от мира и возрождение духовной могучей России. И немедленно необходимо привести всенародное покаяние перед Богом и перед народом за столько лет творимое беззаконие, за жуткий обман доверившихся им слепотствующих прихожан, за проклятое Богом небрежение и преподание крещения, и издать указы, чтобы безумие с обманом, мощение голов вместо троекратного погружения прекратить, а священников, не подчиняющихся указу, извергать из сана. Пусть идут работать на стройке народного хозяйства. Аминь. Еще, я думаю, на этом закончим, помолимся. Завтра Благовещение, праздник, да? Так что... Ловите завтра рыбу в кастрюле. Завтра можно рыбу. Так что завтра мы идем на Благовестие с Братьями, будем опять распространять Евангелие. И говорить о Христе. Говорить о Христе. Помолитесь о нас тоже. Спасибо Господи. Молитесь о Христе. Игорь Тихольевич, помолитесь. Отец наш Небесный, мы просим, услыши нас во имя Иисуса Христа, исправь положение в церкви и даруй духовное рождение свыше патриархам, папам, епископам, священникам и пастве. И даруй мир Израилю, России, Украине и Сирии. Господи, вышли истинных делателей на Ниву Божию. Пошли миссионеров к язычникам, к христианам, иудеям, мусульманам и буддистам. Да прославится Твое Святое Имя за Твою голговскую и святую жертву, за кровь, пролитую за каждого из нас. Хвала Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Слава Иисусу Христу, с Богом, с Богом.